Всем привет! Начинаем путешествие очередное. Литва, Друскинингай, памятник дающемуся литовскому художнику и композитору Микалюсу Константину Чурлёнису. До 1955 года использовалась русская форма имени Николая Константиновича Чурлёниса. Детство провел Друскинингай, отец сын вольного литовского крестьянина, мать и семьи евангелистов, которые эмигрировали из Херенцбурга в связи с гонением со стороны католической церкви. Семьи говорили на польском языке, и в общем и дневники, и свои литературные произведения Чурлёнис писал на польском языке. Тоже интересная биография, у него появились какие-то способности к музыке, был зачислен в музыкальную школу князя Михаила Агинского. Но с князем были некие конфликты, но все же потом все это разрешилось, и этот князь начал участвовать в жизни Чурлёниса. Дал ему поступить в Варшавский музыкальный институт, обеспечил стипендии. После окончания защиты диплома получил в дар от князя пианино, написал симфоническую поэму «В лесу». Эта поэма стала первым литовским симфоническим произведением. Поехал в Лейпциг, обучался в музыке в Лейпцигской консерватории, но вскоре остался без стипендии, потому что князь умер, уехал в Варшаву, учился в живописи в рисовальной школе Яна Каузика, в художественном училище, руководил хором. В 1906 году его работы выставлялись на выставке учеников Варшавского художественного училища в Санкт-Петербурге. В 1908 году жил в Вильне, руководил хором, иногда как раз заезжал в Друз Кенинкай. Здесь же он познакомился со своей будущей женой Софией. Она тоже была увлечена идеей поднять уровень литовской национальной культуры. В 1908 году прошла его выставка в Петербурге. Он нашел в круг художников, которые позднее создали объединение «Мир искусства». В январе и феврале следующего года, то есть в 1909, на выставке этого объединения было выставлено 125 картин черленица. Ну, картины своеобразные, сами посмотрите, я вот здесь в процессе свое видео показываю их. Надо сказать, что в Петербурге он столкнулся с равнодушием и непониманием своих намерений. Еще в 1905 году он начал пропагандировать возрождение литовцев. Не были какие-то идеи национального возрождения. У него не было денег, говорят, он собирал краски из пола для того, чтобы рисовать. В 1909 году взялся за масштабную работу. Это занавес для общества Рута, который был размером 4 на 6. Загрунтовал холст, расписал его, использовал различные стремянки, но, к сожалению, труд оказался непонятным. И это повлияло на его психическое состояние. В 1910 году был помещен в санаторий «Красный двор» на варшавском пригороде, в пустыльнике. Но в 1911 году, 10 апреля, умер. Я немножко рассказал о Чирлёнисе, которому посвящен этот памятник. Автор этого монумента – скульптор Вильджунос, архитектор Дичус. Авторы произведения были достроены к государственной премии Литовской ССР. Ну, вот, собственно говоря, и все. Вот такой памятник есть в Друске Нинкае. Все, всем пока, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok